Гражданам простят долги по налогам трехлетней давности и предоставят вычет с шести соток, сообщает издательство «Российская газета». Все долги по имущественным налогам, которые образовались у граждан по состоянию на 1 января 2015 года, а также пении, начисленные на эти недоимки, государство признает безнадежным к взысканию и простит. Речь идет о налогах – транспортном, на имущество физических лиц и о земельном. Кроме того, подлежит списанию значительная часть задолженности индивидуальных предпринимателей перед государством. Им, во-первых, простят недоимки по налогам и начисленные на них пении, а также долги по штрафам, образовавшиеся на 1 января 2015 года. Во-вторых, будет признана безнадежной и списана задолженность по страховым взносам за периоды, истекшие до 1 января 2017 года. Это касается также адвокатов и нотариусов, занимающихся частной практикой. Также будет введена новая постоянная льгота по земельному налогу. Она заменит действующий сейчас вычет в размере 10 тысяч рублей, на который имеют право инвалиды первой и второй группы, герои Советского Союза и России – чернобыльцы. К ним добавляются пенсионеры. Вместо 10-тысячного вычета вводится освобождение от уплаты налога с 6 соток. Налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров.